Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. 1700 избирательных участков, несколько сотен общественных наблюдателей. Как в Алтайском крае прошел первый день голосования за президента. Неестественно длинные и очень страшные. Барнаульцы опасаются свисающих с крыш сосулек. Не просто живая классика. Алтайская школьница написала сценарий и организовала приключенческий квест по мотивам произведений Пушкина. В России начались президентские выборы. Голосование проходит в три дня. Те, кто не сделал свой выбор сегодня, смогут прийти на участок или проголосовать дистанционно 16 и 17 марта. Кстати, в этом году впервые на выборах президента России жители Алтайского края могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. И уже сегодня утром почти половина из жителей региона, зарегистрированных на платформе ДЭК, проголосовала онлайн. Подробнее о том, как в регионе проходят выборы, расскажет наш корреспондент Ирина Корчагина. Трехдневный марафон стартовал с самого утра в боевой готовности. Около 1700 избирательных участков открыли свои двери жителям края. Кстати, кто-то уже проголосовал досрочно. Речь идет о жителях труднодоступных населенных пунктов. В данном случае мы выбираем президента Российской Федерации судьбы нашей страны на многие годы вперед. Конечно, еще раз обращаюсь к жителям Алтайского края, призывая всех прийти на участки и другим способом проголосовать. Традиционно в компании семьи свой голос отдал и Александр Романенко. Мои родители меня воспитывали не быть безучастным к судьбе своего города, своего района, края, но тем более своей страны. Поэтому всегда голосовал, сколько я помню, не было ни одного момента, чтобы я не воспользовался своим правом. Напомним, Россия выбирает президента из четырех кандидатов. Владислав Дованков, партия «Новые люди», Владимир Путин, самовыдвиженец, Леонид Слуцкий, ЛДПР и Николай Харитонов, партия КПРФ. Конкретно в Алтайском крае проголосовать смогут 1 756 560 избирателей. Мы готовы представить те важнейшие особенности, которые на сегодняшний день позволяют не только организовывать избирательный процесс, но и прежде всего давать возможность каждому жителю Алтайского края принять участие в выборах главы российского государства. Проголосовать можно по месту жительства. Также у избирателей была возможность подать заявление, чтобы отдать голос в любой удобной точке. В функции «Мобильный избиратель» воспользовались более 20 тысяч жителей края. Для тех, кто по уважительным причинам не может дойти до избирательного участка, проходит голосование на дому. И новинка на президентских выборах для нашего региона – дистанционное электронное голосование. На него зарегистрировались 277 тысяч человек. И, кстати, в 9 утра уже почти половина из них сделала свой выбор онлайн. Если один человек заставил другого проголосовать и показать ему потом свой выбор, это невозможно сделать. Вот тайность голосования ДЭК, она это обеспечивает. Также нельзя проголосовать дважды, изменить свой голос. Готовы эксперты-наблюдатели к провокациям и фейкам. Как от своих, так и от недоброжелателей из других стран, которые могут распространять дезинформацию. Чиновники призывают верить только официальным источникам. Как правило, все фейки информационные, вбросы, они связаны с попыткой оспорить легитимность. Будут, ну вот как по опыту всех предыдущих компаний, там из серии, там, ай, там, свозят, принуждают. Ой, там, там, что-нибудь там не то, там, со списками вбрасывают и так далее. Как правило, вот бьют именно по легитимности, именно вот такие фейки приходится чаще всего разоблачать. Поэтому в дни выборов в краевой библиотеке имени Шишкова работает Центр общественного наблюдения. По опыту других компаний в Алтайском крае, если и возникают нарушения, то больше технического характера, говорят эксперты. Все 100% избирательных участков закрыты наблюдателями, которые подготавливала общественная палата. Это независимые наблюдатели. Я думаю, что эта трехсуточная работа, она пройдет на таком хорошем организационном уровне, в конструктивном формате. Уже было многое сделано. Я думаю, что мы также будем работать в темпе 48 часов в сутки, 48 на 7, и цели свои достигнем. Избирательные участки будут работать до 20.00 17 марта, а уже в понедельник, 18 марта, страна узнает предварительные итоги голосования. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле сегодня стартовало голосование и за объекты благоустройства. Жители краевой столицы выбирают общественные пространства, которые в следующем году возможно преобразить по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. О важности голосования и общественных территориях, за которые можно отдать свой голос, расскажет Валентина Аскерова. В барнаульских школах кипит работа. Открылись функции голосования за объекты благоустройства. Жители определяют, какие пространства в 2025 году станут уютнее и зеленее. Для голосования предложены 37 территорий. Я отдала свой голос за территорию, которая находится за музеем краеведческим. Потому что эта территория находится рядом с нашей школой, которой работаю уже около 50 лет. Какую вы эту территорию видите в будущем, в ближайшем будущем? Ну, конечно, красивой, красочной территории, как в хороших садах в Сочи. Один из пунктов для голосования в 130-м лицее посетила председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич. Голосуя, она поддержала восстановление Демидовской площади. Мне кажется, Демидовская площадь – это то место, которым гордится Барнаул. Там живет история. И налево, направо пойдешь. Везде просто дышит этим историческим моментом это место. Это историческая память, которую мы должны беречь. С 15 по 17 марта в школах Барнаула будет работать 10 пунктов для голосования за объекты благоустройства. За любимое пространство можно проголосовать здесь и сейчас. При помощи волонтеров через специальное приложение. На избирательном участке, после того, как люди проголосовали за президента Российской Федерации, они выходят и я предлагаю им проголосовать за благоустройство нашего города. Им представлено на выбор несколько районов и 37 проектов, за которые они могут отдать свой голос. После 17 марта голосование продолжится онлайн. Подарить свой голос за обновление общественных пространств можно будет до конца апреля. Председатель городской думы Галина Буевич отметила, что Барнаул четвертый год подряд участвует в голосовании за восстановление общественных территорий. И благодаря реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды краевой центр с каждым годом преображается на глазах. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Самый молодой образовательно-производственный центр края посетило на днях руководство региона. Это кластер машиностроения. Он создан на базе Алтайского политехнического техникума. И его особенность в том, что студенты могут заключать целевые договоры о трудоустройстве с предприятиями региона, обучаясь еще на первом курсе. О новом формате обучения расскажут мои коллеги. Это похоже на игру, но все серьезно. Студенты СОЗа в крае рассматривают детали, изучают схемы, вникают в производство прямо за партами, ищут альтернативу привычному изготовлению. Такое задание наставника. Мы сегодня уже общались, рассматривали некоторые детали, и парни говорят, какие-то решения с помощью лазеров, каких-то новых супертехнологий, которых, например, нет сегодня на заводе. Если мы рассмотрим, и это будет оправдано, это будет окупаемо, то это будет внедрено. Это лаборатория разработки управляющих программ, созданная с помощью АЗПИ, а этот участок токарных и фрезерных станков с ЧПУ курирует ротор. В сентябре на базе Алтайского политехнического техникума открылся кластер машиностроения в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это изменило подход к обучению, особенно со стороны промпредприятий, которые ждут молодые кадры. Они перестали быть работодателями, они стали индустриальными партнерами. Мы перестраиваем этот процесс, мы вместе пишем программы практикоориентированные, мы увеличиваем количество практических часов, мы заключаем целевые договоры с предприятиями. И самое главное, ребята ориентированы на дальнейшее трудоустройство на предприятии Алтайского края по полученной профессии. За дня в день получаешь новый опыт и чувствуешь, что растешь как специалист. Ну, то есть сейчас я себя ощущаю на второй разряд примерно. Вадим уже подписывает целевой договор, хотя парень – первокурсник. В рамках профессионалитета в техникуме обновили оборудование для практик и создали участки, максимально приближенные к реальному производству, потратив на это 140 миллионов рублей. В компьютере, может быть, и заметно, что как будет двигаться резец, что как там будет отрабатывать программу. Но в реальности это уже другой уровень ответственности идет. Потому что, и тем более, заготовка, она же по итогу по-другому себя ведет совсем. То есть программа – это одно, а вот как оно в металле отразится – это уже совсем другое дело. Промсектор и сфера образования объединяет усилия. По словам губернатора, потребность отрасли – 10 тысяч новых сотрудников. И это только в промышленности. Профессионалитет должен улучшить кадровую ситуацию. Тем более, что в 2024 году на Алтае будет уже 7 кластеров. В сельском хозяйстве и по одному в разных направлениях. И транспорта, и машиностроения, и легкой промышленности. Туризма – важная для нас сфера. По оценке властей, в новом учебном году в СУЗы края должно поступить больше 1100 абитуриентов на программы подготовки в рамках профессионалитета. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Очередную партию гуманитарного груза отправили из Барнаула в зону СВО. На этот раз бойцам должны доставить специальную технику. Это уже пятая по счету отправка машин на территорию боевых действий. На автовозе шесть автомобилей специального назначения для зоны СВО. Есть как легковушки, так и проходимые джипы – буханки. В некоторых подразделениях с транспортом туго. И пригодятся любые машины. Алтайский край всеми силами поддерживает бойцов. Депутатами в 2023 году было принято решение, согласно которому мы можем отправлять транспортные средства, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления или наших муниципальных унитарных предприятий, либо учреждений, которые на сегодняшний день, скажем так, не востребованы. Мы могли бы их направить туда. Проходимая техника жизненно необходима в зоне проведения СВО. Вместе с машинами в районы боевых действий доставят и запчасти для авто. У нас есть ребята, которые обеспечивают ремонт этих автомобилей и готовят к отправке. То есть готовят техническое состояние автомобилей. Есть ребята, которые занимаются выбором автомобилей, подбором и в дальнейшем покупкой, оформлением и документацией, и подготовкой также к отправке. И есть ребята, которые формируют гуманитарный груз. Помимо машин, представители власти, неравнодушные жители города отправили для бойцов немало других необходимых предметов. Маскировочные сети. Есть целый комплект от наших совместных партнеров разведки Сибири и Народного фронта. Очередные для лаборатории БПЛА. То есть это наполнители, условно говоря, направляющие. Ну и все, что необходимо там. Есть даже эксклюзивные вещи, тоже от депутатов Барнаульской городской думы. В виде ленточных пил для пилорам. Гуманитарный груз доставил в Славяно-Сербский район Луганска. А уже оттуда распределят среди воинских подразделений. В первую очередь в технике нуждаются разведчики и медсанбат. Данил Кузнецов. День с толком. Первый сектор самообслуживания появился для налогоплательщиков края. Его открыли на базе межрайонной инспекции номер 14 в Барнауле. Насколько удобен для горожан такой формат взаимодействия с ведомством? И насколько он, в принципе, необходим? Далее в сюжете. Мне нужно подать декларацию на получение социального налогового вычета по медицине. Отсюда я хотела бы запомнить, подать декларацию 3НДФЛ в электронном виде. Все хорошо. Значит, мы с вами вводим логин и пароль. 20 минут свободного времени и пенсионерка Галина Егоровна с помощью администратора инспекции заполнила и отправила социальный налоговый вычет за лечение. Такой сектор самообслуживания заработал накануне. Его создали для того, чтобы горожане и индивидуальные предприниматели научились свободно ориентироваться в электронных сервисах налоговой службы. Проанализировав немножечко наших налогоплательщиков, их поведение, мы увидели, что существует определенный страх перед этими сервисами. Люди где-то не могут, где-то боятся, где-то не хотят попробовать этого. И тогда родилась просто идея поучить наших налогоплательщиков пользоваться электронными сервисами. В операционном зале самообслуживания 4 компьютера, принтер, сканер и даже детский уголок. Если при подаче декларации налогоплательщику понадобится помощь, ее, уверяют сотрудники УФНС, обязательно окажет администратор. Он поможет разобраться и исправить ошибки. В сектор самообслуживания могут обратиться налогоплательщики помощь в заполнении декларации 3 НДПЛ, возврат за лечение, за приобретение квартиры, инвестиционный вычет, также страхование жизни. Также заявить о своем доходе с продажи имущества. Сегодня налоговая служба представляет больше 70 интерактивных услуг и сервисов. Из них 11 ориентированы на бизнес-среду, 34 – под нужды и запросы конкретных пользователей. Вход в операционный зал самообслуживания свободный, предварительно записываться не нужно. Также в ведомстве отметили, что новая услуга, которая частично разгрузит налоговиков от работы с бумажными декларациями, никак не повлияет на сокращение штата. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. Из-за резких перепадов погоды жители краевой столицы все чаще начали жаловаться на обилие сосулек и снежных навесов на кровлях зданий. Пока в списках пострадавших, к счастью, лишь автомобили, но потенциальный риск есть и для людей. Кто несет ответственность за своевременную очистку крыш от наледи, в сюжете Валентина Аскеровой. Далеко ходить не надо. Центр города, ледяные глыбы свисают с крыш многоквартирных домов. Рядом десятки прохожих смотрят под ноги, а вот наверх не все поглядывают. Страшно бывает, особенно рядом с домами, потому что они могут упасть. Кто-нибудь может умереть, наверное, если не повезет. Видно, что они свисают, и поэтому стараемся всегда здесь идти. Но даже не сосулек, а больше снег падает. Страшновато. Страшновато немножко. Но это как бы всегда уже весна, идем поближе к машинам, подальше от зданий. Погода такая, условия, днем тепло, к вечеру холодно, за ночь накапывают. Они же тоже, как бы, надо понять людей. Но успевать внимательно надо быть, когда идешь. За своевременное удаление сосулек отвечает управляющая компания, либо собственник здания. Коммунальные эксперты отмечают, что до очистки крыш от снежных навесов потенциально опасную территорию необходимо огородить сигнальными предупредительными лентами. В случае, если своевременное, по мере образования, удаление сосулек не происходит, то людям стоит акцентировать на это внимание свои управляющие компании. Во-первых, если реакции нет, то обратиться в органы прокуратуры, потому что, ну, все-таки, такого рода риски, они связаны в том числе и с риском для жизни и здоровья. Соответственно, здесь, как бы, органы прокуратуры, наверное, наиболее качественно и быстро отреагируют на эту ситуацию. Юристы отмечают, что своевременно удалять сосульки управляющим компаниям выходит гораздо дешевле, нежели выплачивать штрафы за несвоевременную расчистку кровли или того хуже выплачивать компенсации пострадавшим от падения ледяных глыб. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком. Молодежь в одном из районных центров края примет участие в приключенческом квесте, схожем с известной телеигрой «Форт Боярд». В центре – интерактивное действие по мотивам произведения Пушкина. Сценарий для него написала ученица местной школы, которая прошла отбор и стала амбассадором всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Сам квест, для которого одних только костюмов подготовили больше десятка, пройдет 19 марта. А на днях состоялась генеральная репетиция поэтической игры, на которой побывала и наша съемочная группа. Далее слово Данилу Кузнецову. Здравствуйте. Здравствуйте. Наша станция называется «Обед Онегина». Пожалуй, не каждый, даже самый заядлый филолог, вспомнит, чем кормили Евгения Онегиной в каком ресторане. Но вот школьники села Первомайска в деталях знают о героях произведений Пушкина. Особенно восьмиклассница Ксения Чугунова. Ярая почитательница таланта классика, ежегодно участвовала во всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». В этом году она отобралась по одному из его новых направлений. После прошла специальное обучение и стала амбассадором конкурса. У нас были лекции вообще разные. Были и актерское, и ораторское мастерство. Как работать с партнерами, как найти партнеров. То есть все, как научиться проводить мероприятия от и до. И ребята со всей России, и вы с ними все разговариваете в один момент, изучаете, получаете информацию и потом проводите. Ксения разработала сценарий приключенческого квеста. Это что-то типа телеигры «Форт Боярд» по мотивам произведений Пушкина. Его участники должны пройти нестандартные задания в восьми локациях. Например, подбит прочесть отрывок из Руслана и Людмилы. У ссадников не видно боли, но долго все еще глядит. Великий князь, пустое поле, и думай им, впоследь летит. Задания для самых спортивных – это прыжки на скакалке. Да непростые, нужно проговаривать Руслана и Людмилу. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью код ученый все ходит по цепи кругом. Однако разработать литературный квест – это лишь одно из условий конкурса. Куда важнее воплотить в жизнь интерактивную задумку. Нужны не только участники, но и средства на организацию. Ксения обратилась в благотворительный фонд. Там помогли с атрибутикой. Для проведения этого мероприятия нужны были как минимум блокноты для всех участников. Это нужны были футболки, нужны были конфеты, которые являются и атрибутами призами для участников. Поэтому также нами было принято решение в качестве рекомендаций указать на те источники информации, к кому можно обратиться. Одних только костюмов для квеста по Пушкину пришлось подготовить больше десяти. Творческим школьникам сегодня, можно сказать, помогает уже все село. Одни с поиском реквизита, другие с предоставлением площадки для проведения мероприятия. Сами ученики активно репетируют роли и приглашают принять участие в действии как можно больше юных селян. Мы готовим такое грандиозное, масштабное мероприятие. Все-таки у нас будет более 50 человек. Это учащиеся 8-11 классов. У нас в селе две школы. И мы приглашаем ребятишек, то есть тех, которые желают поучаствовать, попробовать себя. Пушкинский форт Боярд в селе Первомайское пройдет 19 марта. Этого события ждет уже весь райцентр. А после его главному идейному вдохновителю предстоит отчитаться о реализации литературно-приключенческого проекта перед жюри конкурса «Живая классика». Его лучших амбассадоров пригласят в Международный детский центр «Артек». Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. И на этом у меня все новости. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok